Непонимание сути этой войны. Дело в том, что когда выходят люди и начинают рассказывать про квадратные метры, вот, значит, а Маск тоже. Это абсолютнейшее непонимание. Ну хоть Маск говорит, надо это дело морознуть, потому что, значит, бесполезная гибель сотен тысяч, миллионов людей. Абсолютно прав. Абсолютно прав. Абсолютно. Но, один нюанс. А он добавляет ради призрачных каких-то квадратных километров. Нет, вот тут ты не прав. Не о квадратных километрах речь вообще изначально. У русских стоит задача идеологического контроля. Полного. Точно так же, как точно такая же задача стоит у США по отношению к Кубе. И до тех пор, пока Куба не сделает то, что хочет США, ее еще сто лет будут блокировать. Даже если там никого не останется в результате. Ни лекарств, ни света, ни еды, ничего. Па-барабан. Либо ничего, либо идеологический контроль США. Точка. Точно так же по концепции Монро. Не путать с конвенцией Монтрек. Точно так же. Мексика является, ну, грубо говоря, предбанником США. Шаг влево, шаг вправо. Сами понимаете. Вот то же самое. Вот точно по такой же схеме идут русские. Да их не интересуют квадратные километры. Они еще вам отсыпят, сколько надо. У них этих квадратных километров, как того гуталину. Понимаете. Вопрос же не в квадратный километр совершенно. Любая война ставит своей целью не квадратные километры, боже упаси. И не разрушение. И не убийство. Нет. Любая война ставит своей целью идеологическое принуждение политических правящих элит. То есть я прихожу к вам и говорю. Уважаемый Виталий, значит, а давайте 10% от вашего эфира, там, или 20, будут уходить моему Черчиллю на питание. Говорит, Миша, а ты не охренел часом? Ну, ладно, там с тобой эфир. Так ты что, за все эфиры хочешь 20 Черчиллю? Я говорю, да. Ну, Черчилль кушает хорошо. Говорит, Миша, пошел ты вон. Говорит, да не, ну так не будет. Не. По моему глубокому убеждению, блин, ну, мне так кажется, значит, тут все эфиры на мне держатся, значит, так, сейчас я в студию зайду, мы там сейчас выясним, кому надо. Так моя же цель не разнести эту студию и не поломать это кресло, правильно? Моя цель какая? Принудить вас принять политическое решение. Цель принуждения политическому решению – это базовые вещи от любой войны со времен Вавилона. Не квадратный километр, не то кресло, что у вас стоит, не та штора, вообще не об этом речь. Понимаете? Соответственно, целью России является принуждение правящих элит к чему-то. Да? К чему? К идеологической линии, которая выгодна России по периметру. Тоже понятная тема. Ну, с точки зрения их. Идем дальше. Идеологическая линия, выгодная России, это какая? Это та, которая была до 14-го. Правильно? А та, которая была до 14-го, если ее, допустим, предположим, звонит такой Трамп Зеленский, говорит, слушай, в общем, надо это все дело морозить, тормозим, значит, все, для этого надо. И Зеленский такой говорит, ну, ладно, хорошо, принимаем. Выходит Зеленский, говорит, значит, так, все, что вы знали о Майдане, это неправда. Вся история неправдивая. Все переписываем обратно, русский язык, переписываем все обратно, значит, ну, и все переименовываем, памятники вернуть на места. Что в стране произойдет? Ну, надо быть каким-то там мега-аналитиком, чтобы понять, что произойдет в стране. Не, вопрос не в Зеленском совершенно. Что произойдет с ним, я, ну, в таком случае. Ну, тайны тоже нет, да? Но, допустим, все, это в сторону. Что в стране произойдет? Вы понимаете, что брат пойдет на брата? Это однозначно. И что раздел идет в мозгах, а не в географии. Нету квадратных метров в этой формуле нигде. Я не понимаю, откуда Маск высосал эти квадратные метры. Не о них война. И этих квадратных метров нет в формуле разворота идеологического, потому что как в оранжевую революцию раздел по мозгам пойдет. Понимаете? Он взорвел. Если страна взрывается изнутри, что происходит по периметру? Путин говорит, так не вопрос. Хотите морозиться? Морозим, давай. Мы морозим. Все, шаг сделаем. Мы заморозим. Мы никуда не наступаем. Все, мы заморозились. Теперь ваш ход. А вы что должны сделать? А вы должны подписать по Крыму, да? Вы должны, значит, подписать по четырем регионам, которые они у нас оккупировали. И плюс вы же должны как-то идеологически развернуться. Это вопрос не в Зеленском. Больше после этого. Тогда внутри происходит взрыв. Как только происходит взрыв внутри, они начинают выдвигаться с целью наведения порядка. Потому что иначе гуманитарная катастрофа. С одной стороны. А Запад выдвигается с другой стороны. Ну, в целях превенции гуманитарной катастрофы. Правильно? То есть происходит все в любом. Вот куда? Налево пойди. Направо пойди. Куда не пойди. А перфокарта будет дыржов. Да? И все вспоминают товарища Мальфара. Который все это каким-то дивным образом видел еще в те времена. При живом Януковиче. Ну, ясно. Куда не пойди. Теперь вам понятно все слова, которые произнес президент Польши вместе с премьером. Они в одну дуду дуют. Все же очень просто. Когда выходит премьер, чей президент. Короче, в этом вопросе это не важно. Дуда говорил об этом, а потом говорил премьер также. А это одно и то же. Один и тот же нарратит. Потому что когда стоит проблема государства и Польши, то тогда разницы между властью и оппозицией нет. Потому что в таком случае поляк поляку брат. А у нас даже, даже если скажешь, что Украину спалят, все равно гавкаться будут. Понимаете? А там нормально. В одну дудку пошли. Теперь внимание. Что он говорит? Любое решение по Украине должно в первую очередь учитывать вопросы безопасности Польши. Гениально. Не кажется ли вам? То есть любое решение по Украине должно в первую очередь учитывать вопросы безопасности Польши. Фига себе. Извините. Ага. А теперь вам понятно, что происходит, например, сегодня. Сегодня встречается товарищ Страмин. Это Британия. С товарищем Макроном. Это Франция. А как назывался союз двух этих стран? Сердечный. То есть Антанта. А Антанта. Ну, дети в школу ходят, взрослые когда-то ходили. Вам слово Антанта не ассоциируется ни с чем в исторический период Украины 19-22 года. Не? Ну, там Бессарабия. Запад. Нет, ну историю я прекрасно знаю. Я думаю, что вы в первую очередь рассказываете нашим зрителям. Ну, да. Я думаю вам, Господи. Потому что должны проводить исторические параллели, конечно же. Особенно те политики украинские, которые книжек не читают, они вообще не представляют себе роль Антанты всех процессов в прошлом столетии. А теперь к этому всему Антанта, это в первую очередь Британия и Франция, плюсуем поляков, которые уже заявили. И более того, теперь мы ждем официально, когда эти двое договорятся и третий к ним примкнет Польша. Теперь слова «польская безопасность» в первую очередь начинают играть новыми красками. Теперь вы понимаете, что в любом, хоть так перфокарту сунь, хоть так, хоть так, хоть так, по-любому как-то ее не сунь. Заморозка или без. Нет заморозки, сами понимаете, что происходит. Есть заморозка, взрыв внутри и с гуманитарной миссией с двух сторон. Это же понятная схема. Понимаете? Ну так почему не выйти зрителям и не сказать прямым текстом, что это все... То есть все эти балабольства по поводу того, что там придет Трамп, я там одного усажу за стол переговоров, второго, ну усадил. Ну допустим, я в это не верю, ну допустим, усадил. И что? И что дальше? Можно я, как бы, тоже с вашего позволения вмешаюсь в ваш спич? Это очень интересно. Так а разве необъяснимая эта украинская власть, насколько я понимаю? Она не хочет не идти на какие шаги в этом процессе, потому что будет иметь серьезная проблема с авансохранением в ближайшем будущем. Возможно, будут выборы. Поэтому ожидает от Трампа вмешательства в этот процесс, чтобы потом возложить на него ответственность. И все. Гениально, правильно. Так подделают демоны. Это ж... Вот я же вам объясняю, что все эти сливы про его планы, которых у него нет, про еще чего-то, все эти звонки, это лыжню ему делают. Делают, да. Это лыжня. Дед прокачал лыжню от кухни до коридора, а потом не смог с нее выбраться. Так и здесь будет то же самое. Вот то же самое. Ну, правильно. А Трамп снижается с этого всего. Я вам скажу, единственное, что может сделать Трамп, это тупо закрыть этот шкаф и сказать, я не знаю, где это. Все, тупо отморозится в ноль. Это единственное, что он реально может сделать. И перейти к торгам о чем? К торгам о азиатско-тихоокеанском регионе. Ну, или его называют индо-тихоокеанским. И перейти к торгам по поводу глобального юга. Ближний Восток, я думаю, они будут решать чуть иначе. То есть, ну, я не думаю, что там будут большие торги. Там чуть иначе это будет. Потому что Ближний Восток, Трампу тоже не все так. Он далеко не, ну, не все то, что хочет Нетаньян, выгодно Трампу. Поэтому там тоже далеко не все ровно, скажем так. А теперь, ладно, вернемся к нашим барановским сенам. Давайте четко понимать. Ну, то есть, что же дальше? То есть, у нас там эйфория такая, дудки, все дудки достали. Знаете, я там казал Литвену тебе в тему. Боже, вчера пересматривали с женой, аж смеялись до слез. Помните, Литвин с трибуны вышел и каже, оце оголошение было в деканате. Всім, значит, там этим, всім коллективам висунути, значит, членов, значит, и с висунутыми членами прийти до деканата. Там какая-то была избирательная кампания в университете. Да, 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 ну, кто-то пришел на членов, да, кандидат. С висунутыми членами прийти до деканата. Так это же та же самая картина. Знаете, только победил Трамп, все сразу с высунутыми членами, значит, и тут же раз, и наша власть, значит, типа, слазь. Помните первые дни Майдана? Вот победа Майдана, первый день, утро победившего Майдана. Это когда, я это, простите, ну, какие-то люди, которых я не знаю. И вот люди, которых я не знаю, я не хочу никого оскорбить, вот, они из ниоткуда появились, грубо говоря, и ушли в никуда. Вот, и вот эти из ниоткуда появились, они почему-то начали говорить, все, ну, вот, наша влада. Я прихожу, говорю, ну, мотивируй, а почему? Ну, то есть, твоя это какая? Ну, то есть, ты кто? Ну, министром будешь, там, ну, почему мотивируй? К сожалению, ну, вот, такой социальный эксперимент привел к тому, что 99,9 не смогли рационально пояснить почему. Они это поясняли революционным подъемом. Ну, такая энергия большая. Бывает, проснешься, значит, там, крылатые пружины на взводе, но к завтраку это проходит. Прошел период времени, и все закончилось. Вот то же самое произошло с победой Тарампы. Но к завтраку это проходит. И когда люди начали понимать, что у Трампа все далеко не так ровно, внутри рез, это первое. Что ту лыжню, которую ему сейчас проложат, у него нет возможности ее ни отменить, ни свернуть. Понимаете? И все, и у всех, ах, ты же ядрена вошь, да мы-то так, это же мессия, это же мои расчеты-то какие были. И когда приходишь, говоришь, ну, вам же говорили, что, ну, включите мозги. Ну, а какая рациональность? Понимаете? А теперь дальше, я вам скажу. Вы зацепили власть, что там с ней будет? Да все прекрасно понимают, что власть не может развернуть машину. Если машина набрала инерцию огромную, ну, то есть, допустим, там, 70%, или там, да, господи боже, да пусть 60. Да даже половина, пусть половина машины за, а половина против, пусть так, пусть так. Вы себе представляете, что будет, если крутануть руль на 180 градусов? Да даже не на 180, хотя бы на 45. Ну, дайте крутанем, руль на 45. Что будет? Да при чем тут кто за рулем? Да хоть никого. Да хоть никого. Что с машиной будет и внутри, или вы не понимаете это? Все, точка невозврата переедена. И вопрос не во власти совершенно. Вообще уже. Ну, в смысле, не в фамилии. Вообще не в этом. Теперь дальше. Внимание. Если вы все это понимаете, и вы власть, и вы понимаете ход этой перфокарты, что вы будете делать? Я вам отвечу. Все то же самое, что было в истории 19-22 года. Вы что думаете, что тогда тупые люди были, или что? Один в один. Будет то же самое. Понимаете? Потому что суверенность и субъектность не зависит от квадратного километра. Третий раз повторяю. И маску, и всем остальным. Если у вас сохранится хотя бы один квадратный километр, у вас будет банк, у вас будет МИД, у вас будет коммерческий банк, у вас будет гражданство, у вас будет, ну, все атрибуты, все, весь суверенитет. Понимаете? Да мы уже отдавали квадратные метры Молдове. И что, от этого что-то изменилось? Забыли, как мы поменялись квадратными метрами с Молдовой? Ничего не случилось, нет? Так вот я вам объясняю. Квадратных метров не зависит ни субъектность, ни суверенитет. И даже если он сожмется до одного квадратного метра, ничего не изменится для них. Понимаете? Понимаете? Вы понимаете следующее? Что есть вариант. Когда тебя вытеснили, но ты боролся и борешься и продолжаешь бороться. Или когда ты сдался и тебя вытеснили по итогу. Они не будут сдаваться. Никак. Понимаете? Исходя из этого. Да. Кто-то выйдет и скажет, а где же люди? А где же страна? Ведь это во имя их. Во имя там чего? Люди, пожалуйста, слетайте в прошлое машину времени, в Вавилон и спросите, может там как-то по-другому было? Или в Древнем Риме как-то по-другому было? Нет? Нет. Или в любой другой стране? В Америке, в Германии или где-то еще? Нет. Ну о чем мы говорим? То есть эта перфокарта, это как лыжня. Ну все, ты едешь по ней. Мудрость заключается. Не в том, чтобы пытаться выскочить из нее и делать какую-то свою по лесам, по полям. Мудрость заключается в том, чтобы по этой лыжне съездить так, чтобы занять первое место. Вот, вот к чему надо идти.